привет друзья сегодня будем готовить ребрышки на гриле вот такие замечательные ребра мы сегодня пожарим на углях на благодарность за сегодняшний выпуск я хочу выразить гриль центру если вам нужно подобрать себе гриль аксессуары и все что связано с барбекю обращайтесь к ним на сайт ссылочка будет в описании а нам первым делом нужно подготовить сухой маринад для наших ребер которые мы будем запекать на углях я буду делать его следующим образом в глубокой банке мы объединяем копченую паприку сушеный чеснок черный молотый и красный молотый перец немного сухих трав соль и сахарный песок конечно лучше было бы использовать коричневый сахар у него более такой карамельный оттенок с медовым привкусом но за неимением и него обойдемся и белым плотно закрываем банку и хорошенько ее потрясем отлично таким образом мы приготовили однородную сбалансированную обсыпку для наших ребрышек барбекю теперь что касается самих ребрышек посмотрите какие они у нас здесь у нас хорошая мясистая часть есть жир который не даст мясу пересохнуть и что самое главное с ребрышек уже снята мембранная пленка если она у вас одета то прицепляете ее и снимаете сухим полотенцем это очень важно иначе после приготовления ребра будет тяжело жевать лучше сразу убрать эту пленку и теперь обсыпаем мясо специями со всех сторон просто равномерно распределяю подготовленную смесь и специй по всей поверхности мяса и это практически все что вам потребуется сделать с ребрами для того чтобы они получились максимально вкусными на угольном гриле заворачиваем пергамент пускай 10 минут полежат а мы пока идем разводить гриль ну что гриль разогрелся это значит что пора закладывать наши ребра будем жарить непрямым жаром угли у нас раскиданы по бокам снизу противень свадывай и прикрываем заслонки так чтобы держать температуру в районе 120 140 градусов на низком жаре будем томить наши ребра не менее двух часов ну что друзья два часа прошло давайте посмотрим на этих красавцев вот это сок смотрите какие класс и теперь можно переходить ко второму этапу перекладываем их на фольгу красота вы только посмотрите насколько сочное мясо косточки уже начинают отходить от него великолепно для второго этапа чтобы сохранить сочность мяса но довести его еще больше до готовности мы будем использовать сливочное масло и яблочный сок и вот как мы это сделаем небольшое количество сливочного масла выкладываю прямо на фольгу и на него выкладываем ребра и еще немного сверху а сами ребра немного сбрызгиваем яблочным соком вот так и теперь плотно закрываем фольгой чтобы во время приготовления пар не выходил из мяса а пропаривал его изнутри насыщая вкусным яблочным аромат делается это очень просто вот так вот так и в таком состоянии отправляем в гриль еще на 45 минут гриль разогреваем до 150 градусов и закладываем наших красавчиков вот до снимаем наши ребра с огня и дадим им отдохнуть пять минут за это время подготовим гарнир мы в качестве гарнира к ребрам я предпочитаю использовать свежие овощи морковку и сельдерей нарежем палочки я думаю вот такой длины будет достаточно вначале на пластинки вот такими палочками отрежем толстые ненужные части сам сельдерей также нарежем на полосочки ну а теперь что касается ребер раскрываем их и покрываем соусом барбекю здесь выбирайте хороший соус барбекю который не испортит а дополнит вкус ваших ребер или приготовьте его сами по одному из наших рецептов подсказка сейчас выплывет вы только посмотрите на эту красоту как это сочно друзья спасибо что поддерживаете канал подписывайтесь лайкайте отправляйте видео своим друзьям ну а теперь настало время дегустации посмотрите как сочно мясо буквально само отходит от костей очень вкусно друзья повторять на этом у меня все пока и Продолжение следует...